Станислав Николаевич встретил нас при полном параде. Веселый, озорной, какие там 90. А он и сам в это не верит, что дожил до таких вот лет. Когда началась война, ему было 16. Возраст призывника. Я проехал в военкомат. Нас проехало в деревне человек 90. Много, вот такого, моего возраста. 24-е годы и 25-е. И тут же сразу, понимаете, выходит в военком, так сказать, вот Яропович и ваш будет кувир, значит, командир, так сказать, вот и направляетесь на восток. В 42-м Ходоковского направляют в пехотное училище. После пяти месяцев обучения его вместе с другими курсантами отправляют прямо на передовую для участия в Орловско-Курской операции. Я был в 4-й армии на Орловско-Курской дуге. Это армия Чуйкова, которая Сталинград защищала, так сказать, А когда вот это событие Багратион был, так сказать, вот Чуйкова, штаб без Чуйкова перебросили вот тут в том направлении, а нас 27-ю армию определили, так сказать. Станислав Николаевич имеет много наград. Среди них и медаль за отвагу. Высшая в наградной системе СССР. И вручалась она за личное мужество и за отвагу. Но я спас человека. Мы были в разведку боя, так называемая. Разведка же пошла вперед. Вот это было ночью. Нужно было выяснить, значит, где артиллерия немцев находится, какие огневые средства. Немцы нас открыли, понимаешь, и так, и огонь по нас спустили, так сказать. Вот, я командира взвода, он ее ранил, а я за него, понимаете, так сказать, так. И вытащил спереди, буквально возле трошей уже немецких были. Станислав Николаевич участвовал в освобождении Запорожья, Кривого Рога, Будапешта, Вены, городов Югославии. Он не раз был ранен, но каждый раз возвращался в строй. И так до самой победы. Осколок от снаряда долгие годы давал о себе знать. Удалить его он смог спустя четверть века. Уже тогда, когда трудился на московском коксогазовом заводе, которому отдал 36 лет своей жизни. 22 года работал начальником газоспасательной службы. Ни одной большой аварии в газовом хозяйстве завода в этом промежутке времени не было. Станислав Николаевич в свои большие годы по-прежнему, что называется, в строю. Он активист ветеранской организации завода. И жизнь города ему не безразлична. У Худаковского большая семья. И все они гордятся своим дедом.